Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья. Тронуть достаточно скользкую тему. Тема – это использование витаминов группы В в подкормках и стимуляции растений. В частности, речь идет в основном о витамине В1. Подозреваю, что этот сюжет вызовет много неоднозначных комментариев. Это и не удивительно, так как споры по этому поводу длятся вот уже последние 70 лет. И идут они не только среди садоводов, но и среди ученых мужей, причем во всем мире. И тем не менее, тема очень интересная и без вашей помощи мне, увы, не разобраться. Давайте для начала разберемся, какую роль в жизни растений играют витамины, а особенно витамины группы В. На самом деле роль примерно такая же, как и в человеческом организме. Они нужны для нормального обмена веществ растений. В частности, витамины В участвуют в фотосинтезе, в углеводном обмене, в усвоении фосфора и серы и играют не последнюю роль в дыхании. Причем здоровые растения производят свой собственный витамин В, в том числе В1. Более того, многие почвенные грибы и бактерии, так или иначе связанные с корнями растений, также вырабатывают В1. Тогда возникает вопрос, если растения само синтезируют необходимые витамины, нужно ли вообще нам их дополнительно давать? Вопрос интересный. Если честно, я вообще не понимаю, зачем лишний раз кормить или стимулировать растения, если она здоровая и речь не идет об интенсивном плодоводстве или овощеводстве. Там от растений требуются огромные регулярные урожаи, мы все время немного их насилуем. Поэтому нам необходимо что-то отдавать взамен и всячески компенсировать растению потерю силы и энергии. А здоровое и несущее чисто декоративные функции растения зачем постоянно чем-то пичкать? Поэтому давайте определимся, что речь идет о помощи ослабленным саженцем, то есть растениям, находящимся в стрессовом состоянии. Основных причин стресса у растений может быть несколько. Первое – это посадка только что купленного вами растения или пересадка саженца с одного места на другое. Второе – растение все время болеет, отстает в росте и чахнет. В первом случае все понятно. Так или иначе повреждена корневая система и растению надо ее восстановить. Без вашей помощи ему будет сложно прижиться на новом месте. Со вторым случаем все немного сложнее. Какими бы удобрениями, антистрессами, фунгицидами или инсектицидами вы не пользовались, вы устраните только симптомы, но не причину. Растение может чахнуть по трем причинам. Первая причина – вы создали ему неприемлемые условия. К примеру, солнцелюбивую сосну посадили в тень или культуру, которая не выносит подтопление, посадили прямо у водоема. В этом случае никакие лекарства не помогут. Они только продлят агонию, не более того. Вторая причина – вы промахнулись с выбором культуры. К примеру, в Мурманске решили высадить сосну Валиха. Сосна все силы отдает не на нормальное развитие, а на выживание. Естественно, что она ослаблена, и вредители и болезни не применут воспользоваться случаем отобедать. И третий вариант – вам не повезло. И саженец, который вы купили, был изначально чем-то болен или имел массу механических повреждений. Вот здесь действительно без вашей помощи будет не обойтись. А здоровые лучше не трогайте, здоровее будут. Но вернемся к витаминам В. Насколько я поняла, первые исследования по этому поводу были обнародованы в конце 30-х – начале 40-х годов в США. Корни гороха поместили в питательную среду и оказалось, что В1 стимулирует рост корней. Работа наделала много шуму, и идея была подхвачена как садоводами, так и производителями удобрения. Немного позднее этим вопросом занимались и наши ученые. Насколько я понимаю, сейчас продолжают этим заниматься. Однако такой быстрый и ошеломительный эффект был достигнут лишь в лабораторных условиях. В условиях открытого грунта такого явного эффекта достигнуто не было. Это привело к тому, что через какое-то время часть ученых выступила с утверждением и утверждением, что это миф и хитрая уловка производителя удобрения. Нет согласия по этому поводу ни у судоводов, ни у питомниководов. Правда, все сходятся на том, что и вреда от применения витаминов тоже нет. Я очень увлекающаяся натура и также экспериментировала и продолжаю экспериментировать как с витаминами, так и с микоризой и всеми новомодными препаратами. И четкого и однозначного ответа у меня тоже нет. Правда, от применения витаминов быстрого чуда я и не жду. Но хочу поделиться наблюдениями и результатами. В течение двух лет мы использовали витамин В1 и В6 на нескольких участках. Причем части растений обрабатывалось только витамином, а другая часть витамин с добавлением эпина. Обработка проводилась весной, два раза с интервалом 14 дней. Никакого бурного роста не было. Также мы не заметили отличия в окраске или росте одной группы от другой. Но на соседнем участке была посажена такая же изгородь из канадской ели. Поставщик тот же, время тот же. Только вот в прошлом году там по всем посадкам началось грибное заболевание. А на участке, которые проливали и опрыскивали либо витамином, либо витамин плюс эпин, этого не произошло. Весной мы обязательно туда съездим и покажем вам и одну и другую изгородь. Является ли это доказательством? Нет. Причина может крыться не в наших действиях или в волшебном свойстве витамина В1 и В6. И даже не в эпине. Растения на соседнем участке могли заболеть по многим причинам. Слишком плотная посадка, очень короткая обрезка, большое количество удобрений, недостаток или избыток воды, да мало ли что. Здесь да звезды могли в конце концов так сложиться. Но есть еще один пример. Тоже изгородь. На этот раз из скальных можжевельников. На участке проведена система полива и можжевельники посажены в суглинок. Пока у нас была продолжительная весна и относительно теплое лето, все было хорошо. Из маленькой полуметровой изгороди можжевельники превратились в красивый трехметровый забор. Но весна последние пять лет скомканная. Почва плодородная. Плюс этих красавцев, конечно же, еще дополнительно кормили. А полив не выключали до последнего. Все это привело к тому, что растения не успевали подготовиться к зиме. Побеги не одревесеневали. И весной весь прошлогодний прирост приходилось обрезать. Как вы понимаете, эта процедура не улучшала самочувствие и внешний вид растений. От безвыходности мы также обработали эти растения В1 и В6. По принципу, хуже уже не будет. Нет, чудо, конечно, не произошло. Но процент обмерзших побегов следующей весной сократился на 30%. Я много могу еще провести примеров. Но все это будет косвенно. К примеру, опять же, в течение двух лет мы активно использовали циркон, эпин, витамины, когель и много что. В эти годы процент отпада составил в один год 0,5%, а в другой 1% от всех посаженных растений. В те годы, когда мы поменяли свою технологическую карту, он стал варьировать от процента до 2. Это вроде бы немного, но все же. Вполне может оказаться, что это просто совпадение. Но из всего вышесказанного я могу сделать два вывода. Первое. Мы, к сожалению, неопытная станция и проводить долгоиграющие эксперименты, увы, не можем. У нас на это нет ни территорий, ни лабораторий, ни людей. Да и знаний для научной работы, если честно, тоже не хватает. Но мы все-таки продолжим эксперименты и постараемся все фиксировать и отмечать. Может быть, кому-то это пригодится в дальнейшем. Второе. Ни одно средство не является эликсиром жизни. Если вам скажут, что после обработки растения, которое никогда не цвело, вдруг зацвело, не верьте. Если вам скажут, что труп гортензии вдруг зазеленел, тоже не верьте. Любые витамины играют важную роль в жизни человека, животных и растений. Но насколько имеет смысл их принимать и добавлять в рацион растений и человека, до сих пор непонятно. Насколько я знаю, даже у медиков нет единодушия по этому вопросу. Многие считают, что человеческому организму достаточно витаминов, получаемых из продуктов питания. Но я точно знаю, ни один витамин не заменит полив, не восполнит недостаток света, не осушит ваше болото, не компенсирует недостаток воздуха в корневой системе. А вот если все делать в комплексе, то результат может оказаться очень даже неплохим. На этом все. Подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарии.